и мы в эфире всем привет ребята сейчас немножко немножко все да я здесь не знаю скажите как слышно игру ой-ой-ой начался баттлфилд у меня в телефоне это не пердешь это баттлфилд я сделаю немножко погромче если игра будет слишком громкой скажите не волнуйтесь я уже почитал комментарии всех всех задолбала калинка-малинка которая играет постоянно если ты значит и должен ее включить если ты выступаешь за россию нет я пожалел людей тем более люди просили слонов и а слоны есть только у ганди а киев есть здесь нет я кстати причем он может быть в роли какого-то но естественно не цивилизации а какого-нибудь города государства выступает но я пока что его ни разу не встречал хотя на игра уже в принципе часов 25 наверное но в любом случае ребята всем привет вы на стоп геймеру и мы наконец-то денис карамышев и константин тростинюк покажем вам шестую цивилизацию во всей красе со слонами ганди и и все ребята обзор shadow warrior 2 на некоторое время пропал потому что уважаемый уважаемый дмитрий кунгуров который там в начале топил за качественный контент обосрался с условиями розыгрыша ключей ему придется переделать немножко финал обзор мистер качественный контент неплохо неплохо да 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 но я вижу теперь уже в чате нас с тобой сравнивают со слонами это немножко обидно но ребят давайте я даже не знаю как рассказывать обо всем по порядку все-таки цивилизация тут столько всего и непонятного столько всего нужно затронуть а столь ком простите мой русский язык всем нужно рассказать и начнем с того что я для того чтобы вы насладились под этими прекрасными слонами из даже не знаю из средиземья выбрал ганди самого миролюбивого предводителя в принципе в цивилизации да и вообще во вселенной и чтобы как-то отыграть вот этого ацтекского чувака я не я не объявил ему войну я вынудил его объявить мне войну и буквально несколько хитрый манипулятор денис да я просто вот воткнул свою калькутту прямо на его границах загробастал себе все ресурсы которых у него нету он на это очень сильно злится и все и он на меня начал наступать я к этому надеюсь готов если я к этому окажусь не готов значит я сейчас обосрусь в прямом эфире но пока что давайте понаблюдаем с вами войну и война она в корне своем да и в принципе вся игра в корне своем она не изменилась с пятой части вот слоны сейчас пойдут топтать лук давай топчи слон лук ты стримишь вконтакте я стримлю вконтакте да вообще она 3 еще не стримлю короче не знаю это твой эксплит поганый сейчас у меня включен только twitch короче если я стримлю на контакте все хорошо пускай будет так я хотя бы игру стримлю ли там у меня какой-либо второй монитора с гейской с гейским порно показывается у тебя на втором мониторе порно конечно кости каждый раз как мы с тобой созваниваемся в скайпе я его включаю и радуюсь жизни ну ладно не суть суть в том что сейчас мы воюем война проходит по тем же правилам именно в плане боя что и в пятой цивилизации у нас есть юниты каждый на своей клетке у противников есть юниты и по карте разделенной раз два три 4 шестиугольниками мы таскаемся туда-сюда отличия сразу же скажу я сейчас буду просто вбрасывать в отрыве от контекста происходящего то что отличается от пятой цивилизации здесь можно объединять юниты не просто скажем рабочего состыковать с воином чтобы рабочего не отмудохали всякие поганые протоурки и прочие гниды которые шляются и мешают нормально жить можно именно комбинировать или несколько одинаковых типов чтобы создавать армию или батальон либо с войсками поддержки комбинировать юнитов например у меня есть осадная крепость которую я подготовил на тот случай если я пойду ответной войной на ацтекского предводителя если ее состыковать с обычным наземным юнитом тогда можно игнорируя крепостные укрепления замка мутузить прямо тех кто находится внутри это очень здорово сейчас у меня например есть апостол который хилит всех вокруг апостол это придаток миссионеру только более мощный чтобы я мог распространять свой как его называл пастафарианство свое чё ты там хохочешь я на самом деле отвлекся на вот эти перипетии с трансляциями вконтакте и сейчас мы тебя вообще не слушал ты так шпаришь и чё-то у меня глаз выцепил в чате вопрос сладкий сказал про то укры и прочие гниды это отсылка не не к нашим соседям братьям нашим украинцам а к стриму годичной давности за авторством максима кулакова и константина тростинюка так что короче из меня взятки гладкие я ни в чем не виноват я даже не знаю сейчас столько времени будет идти война надо что-то показать во первых что дико напрягает в начале игры если ты играешь на высоком уровне сложности потому что на низком то плевать господи крепости сраные они не могут сами по себе отстреливаться вот сейчас я не могу отстреливаться пока не построю стены и поэтому если я первый раз единственный пока что раз до конца когда я прошел игру на легком уровне сложности ну князь изначально четверка меня вообще никто не трогал я себе спокойно жил начал потом чуть на более сложном и мне как давай варвары раздавать лещей просто вытоптали мне всю землю сожгли все за собой нагадили нас сали на забор и убежали я сразу понял что где-то ребят в 6 циве подход к войне должен быть несколько иным давайте я опять же сейчас лирическое отступление соображу и скажу вам о том как поменялись города государства они точно так же дают бонусы только бонусы эти теперь они куда более систематизированы кто-то дает исключительно культуру кто-то дает исключительно производства и финальные бонусы вот они как раз уже могут быть интересными если сейчас прочитать то при переходе в новую эру получаете одно случайное вдохновение которое увеличивает буст изучение какого-то навыка каждый военный лагерь дает плюс один торговый путь торговые юниты получают неуязвимость грабежам на водных клетках это те супер-пупер бонусы которые мы получаем если полностью подчиним волю городов-государств в себе если мы лучше всех остальных наций будем с ними сотрудничать так сейчас я подумать ты выговорился да нет сейчас я и иерусалим подчиню свои власти ой а расскажи напомни какая у тебя религия у меня я себе создал пастафариан ства конечно же я специально еще нашел модельку который больше остальных похоже на макаронного монстра вот она на заднем плане и вопреки всем урокам истории всему что мы знаем о ганде сейчас он будет со всей силы распространять веру в макаронного монстра по нации надо было сделать что-нибудь более злободневное например мусульманином сделать его да даже не знаю пастафарианство оно крутое ну ладно хорошо денис вопрос просто вопрос ага хорошо денис ты знаешь что у тебя в беларуси есть брат картошкин это сложный прикол очень я могу сопоставить беларуси и картошку но чтобы брат мой объясни мне костя я а я тоже не понял на самом деле вопрос но вспомнил один забавный случай на игромире вообще просто чудесный стоим значит разговариваем замечательным иваном из компании варгейминг о жизни вообще обо всем он значит футболки варгейминг стоит подлетает какой-то оголтелый просто либо школьник либо ранний студентик такой очень тощий в очках я еще знаешь обратил внимание на то как он странно побрит или может быть вообще не побрит у него как бы ну гладкая кожа на лице на такие знаешь волосятки торчат пучками и так играет слушать а дай мне код на премиум говорит товарищи из варгейминга он ему отвечает что у меня нет с собой никаких кодов он такой знаешь его да ладно эту картоху хвалить буду в контакте ну естественно с таким подходом он не получил никаких вот странно да ну так просто к слову вспомнил забавно было конечно просто переговорщик девяти тысячного уровня я сейчас еще вспомнил что сказать по поводу взаимодействия с городами государствами теперь нету как такого влияния по шкале там 100 выше 100 есть количество послов смотри досрать короче давай давай тут чувак с ником не джейю продолжает притворяться женщиной и пишет что вот неважно что рассказывать дениска лишь бы продолжал я готовы его день и ночь слушать окей я понимаю твой твой цинизм ничем не сломить поэтому пошел в жопу но с другой стороны чувак денис уже признался что у этого на втором мониторе 24 на 7 крутится гей-порно так что все будет хорошо теперь мне придется тянуться еще из-за а куда и гермейстер мы я все вижу я потерял его на секунду из виду мне стало так страшно я никогда жизни так не боялся какой-то дикарь небритый хочет со мной сдружиться я сейчас не понял если честно не прочитал чё ему ответил но мне интересно чем хотел надо надо глянуть я не очень могу понять вот этот смайлик а это все отлично сейчас я вспомню как нужно разговаривать и объясню что произошло суть в том что я очень боюсь вот этого дяденьку который откуда-то запада на меня напирает в то время как я иду войной на юг и судя по всему сейчас он мне почему-то предложил стать друзьяшками а значит да значит мы не можем объявить друг другу войну фух я еще так согласился не глядя думаю да чё чё он там страшного может предложить может что-то связанное на самом деле предложил с тем что у меня на втором мониторе сейчас крутится черт его знает но все обошлось и теперь я могу смело идти войной на ацтеков и наверное до всего три города наверное сейчас просто нахрен всех поубиваю и закончу этот фарс настрою себе катапульт настрою себе еще больше слонов у меня сейчас терзает момент на осадную башню слона загнать можно или нет ну ты попробуй на садную башню загнать слона не в то русло идет стрим мне кажется не так я планировал все это сделать и не так ты представлял до захват но серьезный вопрос хорош денис изменилась ли как-нибудь диалоговая система по сравнению с пятой цивилизации если речь идет про дипломатию то несколько изменилось да если речь идет именно про вопросы ответы то нет это заготовленные фразы но кстати зависимости от своей нации отвечают ораторы по-разному там те петр первый может выдать что-нибудь типа старый друг лучше новых друг старый друг лучше новых двух ганди ответить чем-нибудь на своем со своим дурацким индийским акцентом по-английски говоря какую-нибудь еще лажу но в общем и целом дипломатия давайте посмотрим раз уж раз уж мы решили постримить цивилизацию мы будем не только про про гейство шутите но и про диалоговую систему вот есть например немец я надеялся что он появится на одном со мной континенте чтобы мы могли бороться с фашизмом дружно в прямом эфире со средневековым фашизмом но так я могу отправить ему делегацию он может послать меня нахрен отлично хорошее начало для переговоров объявить дружбу от которой он тоже наверняка откажется могу объявить внезапную войну могу его оскорбить чтобы штраф за милитаризм в дальнейшем если я объявлю ему войну был не таким большим могу выдвинуть требования работает это наверное только если он адски меня боится и заключить сделку сделка работает по той же схеме я предлагаю навонять ему в лицо а вместо этого он даст мне немножко золотишко право прохода можно потребовать город можно обменяться шедеврами кстати я вот не помню была ли такая фича в пятой цивилизации по-моему было да пока я не помню можно ли было обменивать так но если ты захватывал чей-то город то после войны в договоре можно было прописать чтобы он тебе все отдал но он в любом случае отказывается от моих даров в обмен на свою столицу странно непонятный какой-то рыжий дядька но в общем да на самом деле система она примерно такая же никаких там супер игр престолов организовывать не получится и костя прочитал очередной смешной комментарий на сегодня на самом деле удивительно смешные комментарии я поражен спрашивает можно ли его романсить рыжего немца не знаю чувак чувствую не так на самом деле ему можно делать подарки но я поскольку скупой индус я не делал ему настолько много подарков чтобы это в теоретически могло вылиться во что-то большее между нами я с него все время требую денег из-за этого чувствую себя шлюха и прекращаю всяческие с ним разговоры потому что если вы требует деньги за услуги я не готов делать ему подарки вот сейчас прикольно кстати и мой противник воюет с моим сюзереном или с моим вассалом я забыл какой из этих слов чё означает но не важно ничего не важно если ты любит сам себя топить ничего его жизнь не учит да ладно все по плаву так одержать значительную победу незначительную победу или значительную победу давайте мы опять будем топтать кого-нибудь слонами причем дерется только слон только слон именно хоботом никто там не пытается помогать особо тебя что-то все не отпускает с поясами там обкололся что ли только хоботом слон дерется понятно кто о чем мажор о свадьбе я тут стрим изначально пошел куда-то не туда о я заработал всем великого полководца все давай ты немножко прекратишь ржать я думаю все-таки хоть паре человек из зрителей интересно как устроена новая игра а не только шутки про мой хобот и хобот моих слонов великие люди теперь для великих людей отдельная вкладка и если я накапливаю каких-то очков для того чтобы приобрести великого человека мне предлагают какого-то конкретного суньзы кстати ты не поверишь сейчас мне предложили суньзы мне предлагают какого-то конкретного человека и фишка в том что у большинства из них не у всех но у многих отличаются бонусы то есть тот же полководец он может ну разный представитель этой великой профессии он может разные бонусы мне предложить и я волен выбирать хочу я себе его или не хочу я могу его сейчас нанять мне вот я сейчас пока говорю мне лень читать что здесь написано предположим вы прочитали и знаете что произойдет я его нанимаю но мог от него отказаться в таком случае я либо потом могу выкупить его за очки веры там за золотишко за что угодно либо дождаться следующего скажем ты все пишешь за всем вообще срай за что ты там можешь выкупить суньзы а сколько человек на ответе сейчас тысяча тринадцать человек пришли я добился что хотя бы тринадцати из них интересная игра ладно давайте я тогда буду нудеть о чем-нибудь другом например о районах то чего я не понимал долгое время там глядя на всякие пресс-релизы на всякие новости и прочее суть в чем сейчас все не строится в центре города раньше был город и всякие оружейные доки форты все строилось в нем теперь есть районы центр города военный лагерь кампус священное место развлекательный комплекс театральная площадь и т.д. и т.п. включая даже аэропорт и космопорты и прочую байду и все это нужно строить где-то в других местах не вот этой изначальной клетки и прикол в том что пока ты не построишь какой-то район какой бы мне сейчас построить я хочу биться в религию или я хочу биться в хобот ладно построю священное место я буду за пастарианство за пастафарианство топить о тем более отличное место но мне не хватает мне не хватает одного рубля чтобы выкупить отличное место для моей церкви ну обратись к своему рыжебородому другу у вас я так понимаю с ним уже налаженные отношения я куплю себе тяжелую колесницу на этот один ход и в следующем ходу выкуплю все самое интересное а пока что просто покажу вот то есть я построил кампус научный центр своего города он находится где-то вот здесь промеж гор и вот только когда его построил я могу строить всякие библиотеки всякие чудеса света с ним связаны ну не все но по большей части например тот же оксфордский университет я могу построить только рядом с ним ну может я сейчас что-то путаю но суть в этом и из-за этого на самом деле подход к ландшафту к окружающему твои владения он меняется полностью ты ищешь себе уже чтобы топить в науку ты не ищешь просто какое-то место где много ресурсов ты ищешь место где джунгли или горы потому что сука ты мне надоел так тут вижу что с рыжим немцем уже проработанный ход а че гитлер был рыжим или нет про кого речь я опять тут говорю ну про твоего вот этого партнера в доспе ну тебя нахер короче ну да и суть все отстань от меня и суть в том что ты не можешь построить вот действительно все чудеса света даже если ты играешь на легком уровне сложности тебе тупо не хватит места короче кое-что не дает мне вам рассказать про игру абсолютно ничего ждите обзора или подкаста может хоть в подкасте меня перебивать не будет или в серии о нет мне не нравится куда ты идет так и что там между двух давай давай сделай что тебе интересно сука давай короче любое чудо света теперь тоже строится не в самом городе вот в этом маленьком по центру а строится один один извините один человек написал что ему интересно прослушать институты и библиотеки вот видишь один образованный человек которым интересны институты и библиотеки а не хоботы в чьих-то скалах и я уже запарился до чего я там остановился на том что любое чудо света теперь должно быть привязано какой-то конкретной точке если я сейчас посмотрю например на то что мне доступно а мне доступны только пирамиды пирамиды можно строить только в пустыне но это давно уже так было колизей колизей можно строить только рядом с развлекательным комплексом и колизей дает бонус к радости в радиусе в радиусе шести клеток от себя то есть если у меня где-то здесь например будет развлекательный комплекс колизей я смогу построить только здесь и он охватит только столицу мою но он радость не принесет в губернии вон туда в Мандурай в Калькутту не принесет в то время если у меня развлекательный комплекс расположен здесь то колизей я могу отбабахать примерно тут и тогда он затронет эффектом своим и Мандурай и Калькутту то есть вот на таких фишках теперь основано развитие города это безумно классно играется свежо и в принципе сделано потрясающе с балансом и с прочим сопутствующим что необходимо в таких ситуациях и это на самом деле одно из самых больших не знаю уж плюс это или минус одно из самых больших различий от от последней скажем от пятой цивилизации которая нам дает шестая вот а я тем временем продолжаю наступать на ацтекские земли сейчас я по-моему подобрался слишком близко меня будет обстреливать башня скажи вопрос не по теме хоботов здесь можно короче как в пятой части спамить соседей проповедниками своими да я заработал как раз единственный раз что-то в районе 12 часов у меня ушло на игру первая которую я прошел первая партия и я как раз заспамил все ну одержал религиозную победу опять же не помню была ли такая в пятой цивилизации по-моему была суть в том что так вот секунду сейчас запомни мысль Костя я покажу раз уж зашла такая тема какую мысль я уже забыла затрону тему политики теперь наравне с научными исследованиями идет еще одно дерево талантов которое за которое отвечает развитие культуры чем выше культуры тем больше быстрее развивается и это новые формы правления и новые вот такие маленькие давай ты будешь помедленнее читать чат и я не успеваю рассказать о всем о чем хочу спасибо Костя теперь я не могу спокойно слушать что Дениса будет обстреливать башню все shut up и теперь есть различные формы правления такие глобальные которые дают какой-то значительный бонус и различаются они в том числе и набором вот этих самых перков которые можно применить соответственно чем дальше чем ближе к Марсу тем круче форма правления и этими перками можно очень классно редактировать свою тактику прямо по ходу например когда на меня напали ацтеки я себе воткнул вот такое красненькое и вот такое красненькое себе воткнул они увеличивают производство моих юнитов и производство зданий связанных с обороной и поэтому сейчас у меня буквально вы могли заметить каждый юнит боевой строится вот за один ход почти моментально поэтому я сразу же отстроился как надо и вломил люлей поганым ацтеком и соответственно вот это все можно менять практически на ходу с некоторыми штрафами и с некоторыми нюансами но в целом вот такая система она наконец-то ну доросла до господи кто у нас стеларис сделал я все забываю что стеларис парадокс парадокс да до парадоксов доросла и цивилизация последняя по крайней мере была не настолько углублена вот во все это политическое дело теперь копнули куда глубже но все равно не до той степени то есть система все равно крайне казуальная крайне примитивная но то что она появилась наконец-то в игре это очень-очень жирный плюс и о религии мы говорили да я играл опять же вот на двух континентах и под конец просто когда я осознал что у меня религия прокачана уже настолько что я могу всех забодать я себе построил кучу миссионеров кучу апостолов не забодать а замолить наверное замолить да и я пошел замаливать грехи неверных на другой континент и просто армия действительно флотили у меня несколько городов каждый из которых ну типа священный каждый ход нанимаю себя по апостолу по миссионеру и иду просто армия веренится вот отсюда досюда по нескольким фронтам и с другой стороны с востока на запад тоже просто толпы миссионеров валят проповедовать свою религию и все и игра кончилась буквально за 15 ходов хотя ничто вроде как не предвещало беды опять же кстати прикольно сейчас вот апостол обычный миссионер он все такой же бомж в халате который может только бегать да на заборах рисовать господь единый прочую лабуду а апостолы которые на порядок мощнее они могут не только там проповедовать перками различными классными иметь типа ты подбегаешь городу с населением 20 нажимаешь кнопку и он не только проповедует свою религию он нахрен уничтожает и чужую то есть как инквизитор работает в пятой циве но эти причем апостолы они могут еще сражаться с другими миссионерами и апостолами то есть там у них реально идет такая же война как вот между обычными юнитами я навелся и ударил но у них это называется теологические баталии то есть они начинают вступать в словесную перепалку с миссионерами других конфессий и в итоге ну кто-то из них побеждает кто-то из них умирает видимо я не знаю может как это обыграно тут может он просто с позором уходит в монахи и еще чем-нибудь занимается но довольно забавно теперь по крайней мере границы твоей цивилизации они хоть как-то защищены от чужих миссионеров потому что если раньше к тебе какой-нибудь пиздюк приходил у тебя единственный выход был это объявить войну объявить войну тому кто его привел вопрос вопрос помолчи у меня это вопрос тебе типа по делу пропустил забыл м а м где то просто странно будет три раза чувак его задал три раза и я почитал и когда мне удалось задать Дениса я его забыл а я тем временем послов отправлю куда-нибудь у меня есть а собственно один посол я его никуда не пристрою славянты у меня война оставлю а не вот сюда могу в Вильнюс его заслать нету к сожалению Киева почему-то вот Денис с эпохами внешний вид этих правителей меняется нет правитель он где-то мой Махат Маганди он вот такой вот остается всегда я кстати не обращал внимания на задник на вот этот но по-моему он тоже не меняется и вот то есть какой-нибудь вот этот славный викинг Харальд Суровый он в трико в спортивке одет не будет в конце меняется естественно меняется меняется внешний вид города вот на глобальной карте меняется меняются всякие фермы дороги и прочие мелочи но нет модельки остаются прежними слушай по моему твою ганди и гидроцефал по моему ну ладно не буду говорить кто гидроцефал кто дед пихто все поехали дальше я со всей силы сейчас буду штурмовать причем я буду идти абсолютно или по тактону идти как бы меня сейчас не разнесли тут в хлам ладно я может немножко отодвину своих коней поумерю пыл и дождусь артиллерии чтобы разнести нахрен стены а то еще не дай бог проиграю тем более великий полководец у меня бежит ко мне сломя голому голову сломя голому сломя голому сломя голому это где-то до баши было я в душ надо голому повыть что? а? чего? что ты кому-то ладно давай скажи что там что там народ в чате спрашивает про гидроцефал и прочего про штурм трусов Глеба пишет видимо вспоминают историю о том как ты жил с ним на камере вспоминают твои истории о том как я жил с ним Денис вот тебе совет играй в англоязычную версию так как в русской версии не показаны причины отношений лидеров к тебе показаны по большей части подожди если мы сейчас говорим вот опять же чем мне хочется похвалить и в то же время поругать это интерфейс потому что здесь показано абсолютно наглядно что хочет какая-то конкретная нация и из этого можно делать вывод о том почему она тебя недолюбливает или почему наоборот она с тобой хочет сдружиться мне поэтому на самом деле непонятно было почему Харальд суровый со мной захотел друзьяшками стать потому что он ратует замочный флот а у меня нету ни одного города на берегу моря поэтому у меня в принципе нет флота и так старается сделать жителей городов настолько счастливыми насколько это возможно симпатизирует цивилизациям с теми же стремлениями но тут да тут я молодец у меня все веселые радостные настоящие настоящие настоящий дивный новый мир по Хаксли и когда например он что-то говорит типа ты мудила я тебя осуждаю то внизу в скобочках в русской версии подписывается за что конкретно он меня осуждает это то чего не было в пятой циви по-моему даже в Beyond Earth это не ввели и это дико бесило но здесь с этим все нормально я не знаю какие там проблемы у тебя но вообще все-все тип топ давайте еще одну а давайте всадим славно а то мне надоело так долго бегать не я донаты не пропускаю но их же как бы видно на на экране в чат говорю есть ли здесь поддержка воркшопа не знаю еще не смотрел иными словами легко ли будет скачать карту Украины вот серьезно не в курсе я этим еще не задурялся я пока наслаждаюсь игрой такой такой какая она есть мне в голову не приходило это проверять но я думаю есть наверняка почему нет предыдущие вроде там чуть ли не все поддерживали ну более-менее свежие которые извините воркшоп по-моему только в пятой есть ну вот пятая Beyond Earth Earth дурацкое слово Earth правильно говорить на гейском английский Beyond Earth это хуже слово только пятый которое FIF 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 и прочую прочую херню так давайте будем лечиться и ждать наших подкреплений хотя у меня тут стоит моя бандура мой как он там назывался над чем ты так долго стебал башня моя башня стоит ждет пока придет кто-нибудь из моих тиммейтов кстати у меня достроится скоро еще ну че опять твоя башня стоит только только дошло ну ладно окей мне просят сказать FIF FIF так о чем о чем еще хотел поговорить кроме башен хоботов и ой-ой-ой а куда делась моя башня ее походу просто так вот можно да ну-ка юнит уничтожен да осадную башню оказывается нужно было кем-то защищать потому что она такая же беззащитная как обычные рабочие или поселенцы сейчас какой-то ублюдок просто наступил на нее она сломалась мне дали какой-то новый перк я не понял что это было потому что мне было лень читать поэтому черт с ним и вообще надо наверное стремиться к монархии да нет не к монархии чего мы хотим когда мы этого хотим ладно пусть куда-нибудь пишут что твоя башня была так же беззащитна как та девочка кинуть это точно пишут это не ты придумал это правда окей я-то не придумал ничего вот вот кстати альгамбра я почему-то всегда какой-то альбагамбой называл я никогда не мог правильно произвести это слово альгамбра ее можно строить только рядом с военным лагерем и только на холме то есть я специально себе вот здесь в этом городе не в столице даже потому что в столице по-моему тупо некуда было втыкать да я поставил себе вот здесь форт и холмов рядом нет я специально специально ты задал просто неправильный тон этой трансляции я-то я-то хотел экселевские таблички обсуждать в течение двух часов а ты вот это начал некуда в столице втыкать ну башня-то она в другом месте стоит она у вражеского города короче вот специально мне пришлось создать именно здесь военный квартал чтобы я мог эту альбалямбляграмму поставить или здесь или здесь она работает как форт то есть вот такие мелочи уже с новой системой развития города их приходится продумывать заранее а еще у меня кстати почему-то утекает бабло мне нужно построить какой-нибудь какого-нибудь торговца нет да мой торговец он просто перестал внезапно существовать нужно перезадать ему маршрут поехали в нанмадол вот смотри нанмадол есть а славного города Киева почему-то нету непонятно как же так ведь там же жизнь зародилась на нашей земле так надо посмотреть что делает мой чувак там постоянный эффект к боевой мощи к очкам передвижения античности и средневековья а я в каком сейчас нахожусь временном промежутке средневековья хорошо вопрос как игра относится к новичкам ну я не могу прости я не могу слов подобрать чтобы простебать над самой формулировкой но нормально гораздо лучше чем те же стратегии от парадоксов она все равно довольно казуальная но от того она чертовски притягательна цивилизация вообще любая но я уж не беру там какую-нибудь четвертую потому что в нее вот сейчас например начинать играть больно там настолько уже устаревший моральный интерфейс настолько там устаревший графон что там находиться не очень приятно если ты не олдфак который вырос на этой игре а если ты вот сейчас решил начать а вот шестая сама то пятое пятое тоже сейчас вполне еще выглядит вполне играется тем более что они действительно очень похожи но вот именно в хорошем плане то есть это не копирка это не какой-нибудь там DLC за 2000 нет это новая часть и если бы мне Костя не мешал постоянно своими вбросами вбросами копий в мою башню я бы смог объяснить почему объясни давай я не поведусь на это заново теперь ждем обзора а на самое время насадить культуры в моем мундарае манун манундарай кому-то доступно повышение кому слону тебе говорят привязать генерала к юниту чтобы не случилось аказии как с твоей башней да 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 вот правильно 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 надо привыкать потому что в 5 циве это все приходилось делать ручками я не до сих пор не могу привыкнуть где моя осадная башня или мне обе все приходилось сделать окей давай давайте игнорировать Константина он не серьезно относится к 6 цивилизации расскажи мне про экселевские таблички нет обмазался ли я уже 6 цивилизации не я вообще не хочу покупать потому что если это случится меня уволят вслед за Максима да цивилизациям кстати к вопросу о том насколько в нее легко входить новичкам почему все так получается я не хочу так формулировать то что говорю из нее очень сложно выйти новичку потому что она засасывает просто по-моему этот стрим очень бы понравился Фрейду тут столько всего мы уже договорили знаешь что не Фрейду а Фройду досрать дозывать Фрейда Фройдом это что-то из Фрейда вообще понял да каламбур офигительно по-моему получилось я прям прусь очень во время войны вот что действительно напрягает во время войны очень медленно идет прогресс потому что такое количество юнитов нужно передвинуть куда-то поставить продумать тактон а бывает бывают этапы когда ты просто сидишь и жмешь вот эту кнопку несколько раз подряд особенно в Beyond Earth такое было под конец там все концовки однотипные до жопы и ты просто сидел действительно и полчаса закликивал стрелочку вперед но что опять же я не знаю мне больше нравятся все равно отсывки сидомейровские чем Европа и прочее подобное из-за по простой понятной причине это ходы здесь ход на ход у тебя есть определенное количество там у каждого юнита экшн-поинтов и по завершении хода ты переходишь на следующий а нету вот этого дурацкого перемотки вперед и здесь конкретное разделение на ходы конкретное очевидное явное и меня немного напрягает когда в пошаговой стратегии тебе говорят что нет чувак она у нас на самом деле не очень-то пошаговая она у нас просто неторопливая и как масс эффект с возможностью поставить на паузу и Dragon Age хорошо так да Максима не уволили это была комическая гиперболизация не переживайте да так чувак все пишет и пишет один и тот же вопрос уже 20 раз пишу прочитай пожалуйста Денис где радуга все все ждут истории радуга у меня на харде у меня там 100 гигов футажей но абсолютно нету времени со всеми этими цивилизациями баттлфилдами трудностями переводостями и прочим абсолютно нет времени разбирать все эти футажи сейчас где-то появился у меня великий ученый где он появился у меня вот он появился у меня великий ученый и что я могу сделать я могу озарение спровоцировать озарение кстати та же фича которая перетекла сюда уж не помню из какой именно цивы там из какого короче откуда перетекла сейчас у тебя и в дереве технологий и в дереве культуры назовем это так есть такой параметр под каждым под каждой технологией как ускорение если ты построишь два рынка то вот навы гильдия у тебя будет быстрее изучаться создашь и религию теология пойдет быстрее и так далее и все это забавно довольно скомбинировано и если ты решишь во все это вникать и действительно для каждой следующей технологии пытаться спровоцировать ускорение ты запаришься очень сильно кстати смотри интересный вопрос а можно ли изжить религию в цивилизации изжить ну в смысле я вот если честно не знаю но в любом случае остается я сейчас буду на основании пятой цивы говорить потому что здесь я с этим не встречался очень логично не ну здесь она скорее всего действует по тем же принципам потому что говорю когда я религиозную победу заслужил я соответственно все вражеские столицы в том числе я их перевел в свою религию но священный город где религия была основана он все равно потихоньку пытается из могилы выбраться и давление главенствовавшее там когда-то религии оно проявляется что я хочу сейчас сделать я хочу построить развлекательный комплекс а я хотел построить священное место но мне не хватило бабла так что давайте развлекательный комплекс построим вот здесь и потом забацаем там колизей если никто его не отнимет преждевременно так на самом деле зря я сюда поперся потому что блин мне нужно было дождаться ладно черт с ним йола мне нужно было дождаться моих осадных юнитов тут спрашивают появились ли новые типы побег нет сейчас я покажу как в ритм причем некоторые даже убрались сейчас опять же в какой-то в четвертой в третьей цивилизации в пятой возможно что-то из этого было ну то есть там точно что-то было я не скажу точно что пропало потому что я уже плохо помню где что было надо ли распять Иисуса чтобы появилась религия нет хотя тут есть соответственно католицизм православие оно никого распинать не придется есть научная победа это соответственно нужно отправить на Марс там раньше всех ну короче просто по дереву науки быстрее всех двигаться есть культурная победа это завоевывать туризмом насобирать себе всяких великих писателей великих музыкантов великих творцов что поинтересовали картинки и пили твою попсу в чужих странах с гастролями военная победа тут все понятно захватить все столицы и религиозная победа это ну короче больше половины всех городов всех цивилизаций обратить в свою религию то есть вот четыре вида победы но на самом деле этого хватает потому что они вполне разнообразные что научная что культурная что военная а голосования нет больше нет да вот битву ой господи победу в ООН дипломатическую ее почему-то убрали возможно потому что немного переначали влияние на геймплей вот этих самых городов государств они все так же важны но уже далеко не в той степени и вообще так давайте уже следующий ход все следующий ход и вообще раньше города государства мне казалось что они гораздо сильнее влияют потому что они были критично важны хотя бы для того если у тебя маленькая цивилизация там из трех-четырех городов чтобы поиметь все редкие ресурсы чтобы народ был счастлив почему у меня количество торговых путей упало резко с трех до одного а это а вообще здесь есть ООН вот как организация какая-то международная сейчас я подожди я говорю прошел целиком пока что всего один раз и я дошел дошел только до авиации что это эпоха атома потом информационная эра но если в эпоху атома еще не было ООН то скорее всего дальше и не будет но точно сказать сейчас не могу ООН нет ООН нету то есть ну в принципе видимо вот эту глобальную глобальную дипломатию когда все собирались за одним столом и принимали всякие резолюции всякие санкции вводили и прочими обамкиными проказами занимались это из игры убрали что обидно но на самом в этот раз из игры убрали не так много я боялся вот он настоящий прогресс в игровой индустрии нет а на самом деле убрали так что много это и печально я с тобой согласен потому что сейчас каждый раз когда выходит Стеларис выходит Европа выходит Цивилизация Пятая Бьон Торрес они выглядят как кастрированные обрубки предыдущих частей и это дико бесит но вот в этот раз там несмотря на то что вот ООН например нету да и нету соответствующей победы когда ты мог просто города государства завоевать их расположение к себе и ими проголосовать за себя и одержать победу этого тоже нету но в остальном всякая религия сохранилась караваны сохранилась потому что когда вышла Пятая Цивилизация только вышла там даже сраных караванов не было а про религию я вообще молчу это все в DLC уже добавлялось в этот раз по крайней мере нету стойкого ощущения что тебе впарили игру которая порублена на потенциальные DLC что безумно радует но конечно с другой стороны и печально что для того чтобы игре быть хорошей достаточно такой мелочи в наши дни через три хода у меня достроится терракотовая армия и в этот раз она прикольнее чем в Пятой Циве потому что раньше у тебя просто дублировались все отряды которые есть их становилось в два раза больше сейчас когда терракотовая армия достроится насколько я понимаю сейчас посмотрим им должно прибавиться по одному уровню и юниты соответственно вот абсолютно наглядно в данный момент не очень наглядно потому что я потерял эту менюшку абсолютно наглядно прокачиваются и у них две ветки и ты можешь выбирать какой перк ты хочешь своему отряду заиметь есть ли перекаты и укрытия ну ладно это понятно я что вспомнил глядя на чат шпионы здесь есть и какую они вообще функцию шпионы так сейчас у меня их еще нету но грубо говоря то же самое ты засылаешь его либо в свой город чтобы он причем прикольно когда ты засылаешь его в свой город ты выбираешь не просто чтобы он охранял Дели вот мою столицу от нападок вражеских шпионов что у меня там стоит что же ой нет нет без этого а слон у меня стоит я все жду пока кончится раунд а у меня слон стоит оказывается нужно было его опустить немножко сейчас секунду ребят я сбился вот я наработал себе своим ученым много ускорений все следующий ход и ты когда ты контрразведку проводишь он ты выбираешь он тебя защищает либо только центр города либо торговый квартал чтобы у тебя не сперли бабки либо творческий квартал чтобы у тебя не сперли изображение искусства например произведение искусства потому что могут сволочи ну и сам ты соответственно занимаешься тем же самым ты можешь заслать его в город во вражеский и всяческое там производить хитить бабло хитить технологии пропагандировать что-то господи уже вылетело из головы что воровать картины подрывать наверное государственный устой да то есть ну в принципе ты занимаешься тем что подрываешь культуру науку и экономику противника и в то же время ты за ним следишь сейчас опять же по-моему я уже заикался очень открыто показано как работает эта игра на что она реагирует и по каким правилам то или иное решение принимает искусственный интеллект показаны цели причем вот в начале цель всего одна показана а то и ноль когда ты только познакомился с противником только встретил его впервые ты можешь шпионом повышать уровень доступа и тогда ты будешь видеть все больше и больше информации о противнике ты будешь видеть что он строит на кого он идет войной что он хочет делать открывать следующую цель правительства и все в том духе и ты можешь действительно если ты грамотно шпионами орудуешь ну не только ими всяческими перками технологиями тоже то ты узнаешь все-все-все о противнике и это тоже довольно классно так что мне потоптали а это инициировать госпереворот можно же вот не знаю еще говорю не дошел до этого просто потому что я закончил раньше чем мы ядерные ракеты то создали игра вышла недавно я еще не все не все постиг что она таит в себе ну да особенно когда мы тут здорово веселимся в голубятне в ботов питании ну да это тоже потому что батла сейчас съедает уйму времени это такая хитрая тварь голубятне если что это режим да ладно тебе что-то и вот кстати еще прикол вот этот самый как он называется господи покажи мне военный лагерь пока ты не уничтожишь военный лагерь ты толком не можешь атаковать город это еще один рубеж обороны который необходимо осаждающей команде преодолеть осаждающей команде господи почему команде цивилизации а это юнит ближнего боя у меня господи я думал колесница значит дальнобойный совсем с катушек съехал ну ладно давайте посмотрим что тут можно поизучать то я куда-то уже на атомной бомбы ускакал математика колоссы ну вот у меня вообще нету доступа к океану поэтому приходится игнорировать всю верхнюю ветку хотя может оно и к лучшему вот пишут кстати что нельзя госперевороты делать можно только что-то украсть или испортить в городе противника да вполне возможно но это как-то грустно но это видишь это опять же все к тому что тукей остается тукей она не выпустит игру которая в которой будет все то же что было в предыдущей части я не про качество именно про наполнение слава богу не убрали караваны с религией и на том спасибо но конечно же в чем-то игра уступает тоже пятой цивилизации потому что в любом случае будут DLC по-любому я кстати не помню были ли они заявлены но они по-любому подразумеваются думаю самосовые будут так у меня есть один посель отправим его в Лиссабон и станем влавствовать влавствовать и того у меня из шести городов государственного континента пять из них подо мной вообще по всем фронтам прикольная фича я ее сейчас не сделаю потому что мне не хватает баблишка но как-то в той же игре когда играл за Японию одержал религиозную победу на меня напал какой-то упырь а я был полностью окружен от него ну ограничен своими городами государствами которые за меня топили со всей силы и ты просто нажимаешь сюда провести мобилизацию и все войска которые находятся здесь за кругленькую сумму они на некоторое время под твой контроль переходят так что я абсолютно не имею никакой армии у меня там был какой-то один сраный военный с дубинкой а на меня уже там с БТРами шли вот так вот легко и просто можно было отбиться поэтому несмотря на то что убрали дипломатическую победу ты все равно можешь очень-очень выгодно использовать города-государства то есть их ценность она все равно не делась никуда я пока говорю я все время все время что я все время забываю что мне нужно играть поэтому я почему-то останавливаюсь и сижу ладно я не буду особо рыпаться а мне и двигаться то некуда о вот сюда вот можно двинуться не буду я атаковать город потому что войсками ближнего боя смысла особого нету так он меня по чуть-чуть коцает каждый ход а если я начну пытаться ему ответить пытаться бить ногой городские стены не имея катапульт рядышком то моя армия очень быстро кончится тебя просят рассказать про задания от городов-государств а да задания вот сейчас я пытаюсь вспомнить но я не помню по-моему в пятой цивилизации они появлялись рандомно здесь они задания задания одно на каждую эпоху то есть есть у тебя что-то начинается древний мир античность средневековье возрождение и когда ты переходишь в новую эпоху у всех появляется по одному заданию причем не прибавляется там если ты с прошлой эпохи не выполнил то о сейчас секунду хочет хочет ублюдок напавший на меня предложить мне мир китов отдать гипс отдать нечего гипс тебе пригодится не надо еще нет конечно же он мне даже не предложил ни один свой город поэтому о чем может идти речь дальше пойдем миролюбивым ганди топтать слонами его земли о чем я говорил ты говорил о том что задание не переходит в другую эпоху да задание не переходит у тебя в любом случае в каждой эпохе у тебя максимум по одному заданию от городов-государств и они бывают абсолютно разные либо ну сейчас я посмотрю что есть создать промышленную зону кто-то требует создаешь у себя ну вот это квартал тот самый получаешь одного посла здесь как я уже говорил не шкала там от 1 до 150 до скольки там я уже не помню было здесь просто послы и вот разграничение бонус за одного посла за трех за шесть и в конце концов ты должен просто иметь больше послов чем какой-нибудь другой игрок чтобы этот город был твоим союзником исключительно за выполненное задание один посол вот такая арифметика вызвать вдохновение для божественного права вот это меня немножко бесит потому что приходится вот задание смотрим да вызвать вдохновение для божественного права приходится идти сюда и искать божественное право вот божественное право вот вдохновение построите два храма вместо того чтобы здесь было написано построите два храма написано вызовите вдохновение для такого-то... для такой-то технологии. Но, в принципе, суть та же. Что еще бывает? Уничтожить варваров. Ну и все, по сути. Вот три типа, но поскольку постоянно требуются разные, разные вдохновения, то это постоянно разные задания. Там нужно или открыть такую-то технологию, или построить столько-то юнитов конкретных, и так далее, и так далее. То есть, если мы сейчас откроем, то мы увидим, что вдохновение их просто дофигища. Вот под каждой технологией есть свое вдохновение. Поэтому вариативность большая. Но вот этой гонке, например, которая в пятой циве была, где тебе говорили, что за 30 дней ты должен получить прирост науки больше, чем любая другая цивилизация. Тогда ты получаешь очки. Здесь вот такого в данный момент нет. Соперничество, поэтому за города-государства, оно идет исключительно вот по пункту уничтожить гнездо варваров. Кто первый с этим справился, тот и получает посла. Какой игрок. Так, у нас начался, наконец-то, новый раунд. Я могу, надеюсь, на следующем ходу уже открыть огонь из всех своих орудий по стенам противника. А че ты хмыкнул? Не, ничего. Это я так. Анекдот вспомнил. Ну-ка, расскажи. Нет. Я забыл. Мародерство стоит только одно очко. Отлично, отлично. А варвары как-нибудь изменились? Варвары... Нет, просто вот если ты играешь на уровне сложности сложнее, чем стандартный князь, то я говорю, я сколько вот заново не начинал, просто чтобы там, ну, разные цивилизации попробовать посмотреть, че как. Они, сволочи, очень быстро отстраиваются. То есть даже на уровне сложности король, на котором я сейчас играю, это на один выше среднего. Они уже с самого начала на тебя просто... У тебя... Это же юнита уже такого нету, я их перерос. У тебя обычный воин стандартный, они на тебя уже всадниками несутся, всадниками на колесницах, и ты просто охереваешь. Они прям в наглую заходят на твою территорию, к твоему городу, и поскольку в начале твой город отстреливаться не может, они просто начинают грабить все, что видят. Приходится бросать все дела, все продвижение вообще по тем направлениям, которые ты планировал. И отбиваться, что есть мочи. А так нет, это те же варвары, которые спавнятся где-нибудь в рандомных местах, создают свое гнездышко, там плодятся, как кролики, и идут на тебя в атаку. Блин, а что, ты знаешь, мне сейчас грустнулось, я как представил, сколько дизлайков будет на ютубе у этого стрима. Из-за чего? Это я так, к слову. Не знаю, там всегда все не любят. А, ну и ладно. Просто не знаю, сейчас мне пошутили, предложили, вернее, напомнить, что это не варвары, а протоукры, и я хотел так поступить, но потом подумал, дизлайки. А, ты про это что? А что, я, кстати, не смотрел, у того стрима что, много дизлайков было? На самом деле не так уж и много, но в целом комментарии были любопытные. Ну, вот это вот сословие людей, которые агрятся на само слово. Даже если оно сказано без всякой попытки обидеть, это всегда смешно. Вопрос, связанный с игрой, прикинь. Да ты что? А, теперь можно не строить города на море, чтобы делать лодки, достаточно построить гавань. А можно ли захватить город через гавань? Есть ли смысл теперь строить города на берегу? А, я... Вот если честно, не понял. Я на самом деле не пробовал. Но сейчас попробую. То есть если построить город здесь, то гавань можно построить здесь. По-моему, это что-то из разряда фантастики. Ну-ка. Гавань. А, тут так, тут даже нету... А, я же ее не открыл, потому что, ладно, надо сейчас будет открыть гавань. Нафиг все. Все бросаю и открываю гавань. Можно построить только на побережье или кредках озера, прилегающих к суше. Ага. То есть на самом деле, да, возможно, можно... Ну, то есть все равно, я, например, для Дели здесь гавань не построю. То есть имеется в виду, что не вплотную к морю. Ну, сейчас попробуем. Не знаю, я не пробовал еще. Слава богу. Ну, я так понял, можно и построить в любом случае, если есть какой-то водоем рядом. Да, то есть в пределах трех клеток он все равно наверняка должен быть. Иначе никак. Так, зачем я сейчас передвинул катапульту? Я ж мог атаковать. Эх, тупанул. Туполейла. Туполейла. Блин, что-то у меня кончаются войска, как я посмотрел. Ну ладно, сейчас у меня терракотовая армия построится, и я как вломлю со всей дури. Ты там чем-то нехорошим занимаешься, да? Ээээ, в смысле? Ладно, опустим этот вопрос. Я хотел спросить, вообще в игровом плане ты сейчас чем занимаешься? Это я даже не смотрю. Я сейчас атакую... А, кстати, это столица. Это же не просто город, это столица противникам. Ацтеков. И что меня радует, на самом деле, вот я уж сколько воевал, по мере того, как ты одерживаешь какие-то победы над противником, он... Ну, господи. Он? Я пытаюсь... Я пытаюсь вспомнить слово. как ты одерживаешь победу, он предлагает тебе все больше и больше денег, или что? Да, он предлагает мне все более и более выгодные для меня условия. То есть ты для начала... Он тебя бил в войну, напал на тебя, ты отбился, и он такой, ладно, чувак, давай... О, давай, сейчас помолчим. Но открытие терракотовой армии можно назвать восьмым чудом. Все, вот так вот сейчас угарно выглядит демонстрация построенного чудо света. С цитатками красивенько, все как надо. Ты что, один хер ничего слышно не было? Ну и ладно, хоть выкрутите потом голос на максимум. Вот, кстати, да, можно ли учиться технологиям у других стран и воровать технологии? Да, воровать технологии можно. Ну, по крайней мере, у меня воровали. То есть, ну, то... Ну, наверняка и ты можешь, раз у тебя воровали. Так, давайте посмотрим. Все у меня... Я не понял. Я не понял юмора. Где моя... Где моя терракотовая армия? Так... Постройки... Терракотовая армия. Я не понял, почему у меня... Все как... А, нет, вот все нормально. Вот до второго уровня поднялись, вижу. До первого. А вот эти почему-то не поднялись. Почему-то терракотовая армия не целиком сработала, как я ожидал. Но, предположим. Так, против юнитов в районах. Повышаем. Ох, сейчас я на повышаю тут. Хотя, может, стоит атаковать? Нет, не стоит атаковать. Че я гоню? Сейчас мы всех повысим, а потом уже будем атаковать. Мародерство стоит меньше. Шикарно. Слоны. Всех улучшаем. Все хилятся. Так, плюс один к перемещению или плюс семь к боевой мощи против фасадных юнитов. Ладно, я и так быстро двигаюсь. Это шканина. Тебе говорят, целиком все сработало. Глазоньки разуй. Ну вот, например, я вижу, я сейчас смотрю на колеснице, и у нее нет вот этой единички, которая означает повышение уровня. Но я по ней щелкаю, и вижу, что она повышена. То есть просто, ну, интерфейс багует, видимо. Да, все повысили, все нормально. Просто почему-то не отобразилось. Целиком. То, что я ожидал увидеть. А вот, да, сейчас ты, наверное, покажешь, но еще расскажи, как вообще происходит захват города. Тут только три варианта. Варианта два вообще. Разрушить, аннексировать. Вот, а аннексировать нет. Ну, то есть, какой там третий был вариант? Ты можешь его... Забыл. Короче, ты можешь... А, сателлитом сделать. Да, точно. Вот, ты его здесь можешь либо захватить, либо разрушить. Все. По крайней мере, может, какая-то технология отвечает за то, чтобы сателлитом его сделать, но я пока что этого не видел. Так, что я хочу построить? Акведук. Вот еще, кстати, одна прикольная фича. Это сраный акведук. Он новый появился. Давайте я, собственно, расскажу про новый параметр тогда. Кстати, почему-то мои граждане недовольны адски. Аж минус четыре. Во-первых, довольство. Называется оно теперь довольство. По-моему, называлось радость. И раньше оно было единым для всей цивилизации. То есть, ты постоянно... Вот здесь у тебя наглядно было сверху показано рожица, смейлик разного цвета. И ты всегда видел, что нужно сделать и когда это нужно сделать. Сейчас у каждого города... Вот здесь минус четыре. Здесь минус один. Здесь плюс два. Для каждого города оно свое. И тебе приходится вот действительно тыкать его, ну, проверять каждый раз. Или ждать, пока здесь высветится оповещение о том, что чувак скоро все сбунтуется нахер. И это раз. Второе. Лимит жилья. Тоже такое нововведение, которое тебе еще больше микроменеджмент усугубляет. Необходимость в нем копаться. Потому что ты можешь его превысить, но если ты близко к нему находишься, к лимиту или превышаешь, ну, вот количество жителей на данный момент, тогда все начинает еще медленнее идти. И, ну, рост, рост города начинает еще медленнее идти. И это, в общем, плохо. И самое что печальное, вот эти самые районы, которые можно строить, они зависят от текущего населения. Если я сейчас построю еще, скажем, два района, то следующий я не смогу построить, пока численность не вырастет там до 13, скажем. И поэтому, если вы думали, что в пятой Циве все было, ну, основано вообще все процветание на вот этом параметре, на населении, то здесь это еще больше усугубилось, и теперь нужно вообще все время топить за жителей. Топить акведуки. Топить акведуки. Да, а что я говорил, акведук вот это по поводу районов и их расположения. Акведук можно построить только рядом с городом и только рядом с водой. То есть, по идее, это та штука, которая перекачивает воду из реки в твой город и повышает, ну, вот здесь написано, количество жилья максимального. Но прикол в том, что ты не можешь поставить город здесь, а акведук здесь, вдалеке вот от этой реки. Ну, чтобы между вами была вот максимум одна клетка. Если две клетки, то все уже, ты акведук не построишь. Это опять же те нюансы, которые нужно учитывать. Развлекательный комплекс. Я хочу построить себе развлекательный комплекс. Я хочу построить его. Раз, два, три, четыре, пять. Да, хватает. Хочу построить его здесь. Так, кого еще я могу усилить? Мы сейчас вообще всю армию себе... Как правильно замечают. Чем выше... Чем больше население, тем более сраный акведук. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. А че там, торговый центр строишь с мультиплексом? Да. С Бургер Кингом и с кинотеатром. Коммандос. Есть перк у воинов Коммандос. Он позволяет забираться на отвесные утесы. Забавно. На отвесные утесы, это как вообще в игре. Ну, на скалы, вот на эти, на горы непроходимо. А, на скалу поставить? Да, на скалу поставить. Ха-ха-ха. Посадить. Надо было дожимать шутку до конца. Да, я, я как раз хотел предотвратить эту шутку, но Дениса было уже не остановить. Ха-ха-ха. Так, у меня на самом деле уже практически все телеги мои подъехали. Сейчас мы сможем... Ах, черт, тут же еще форт нужно раздолбать сначала. Ой, как все сложно. О, давайте посмотрим на гавань. Так, Дели. Дели, Дели, Дели. Гавань, 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 гавань. Район, отвечающий в вашем городе за морские коммуникации. На клетке района не действует штраф за погрузку на корабль. Можно построить только на побережье или клетках озера, прилегающих к суше. Ну, ладно, из этой формулировки толком непонятно. Нужно основать город где-нибудь вот здесь и тогда уже попробовать. Сейчас, сейчас мы этим займемся. Если нам времени хватит, если мы... А, собственно, че нам время? Че нам эти развлекательные комплексы? Нахрен нам все это нужно? Я просто сейчас поселенца в наглую построю и все. Я так и не понял, почему у меня торговых путей из трех до одного сократилось. Тебя что-то во рту? Да, осадная башня дымящаяся. Ладно, гавань мы... А спрашивают, а че ты не за Петрушу ты играешь? А потому что люди в комментариях... Фишка в том, что если ты играешь за Петрушу или если где-то по соседству с твоей цивилизацией находится Россия, то постоянно играют некоторые ремиксы Калинки-Малинки. И людям, играющим, уже настолько поднадоела эта песня, что в комментариях слезно умоляли не брать сраного Петрушу. Потому что у них уши завянут в очередной уже сто пятьсотый раз слушать Калинку-Малинку. Ну, ты же знаешь, внимательно слушаешь просьбы и пожелания, делаешь все наоборот. Нет, я не из таких, поэтому я взял себе Ганди со слониками. Слоники клевые. А количество районов города фиксировано на протяжении всей игры или изменяется со временем? Количество доступных районов, оно растет вместе с изучаемыми технологиями. Даже, по-моему, не столько технологиями, сколько социнститутами, которые за культуру открываются. Сейчас я что-нибудь найду. Или уже не найду, так, каким тут символом отмечается район. Вот таким. Ну, вот у меня, по-моему, все уже получается открыто. Более-менее. Да, у меня все доступные районы уже открыты, но когда ты начинаешь игру, соответственно, ты не можешь построить ни один. С самого начала ты открываешь религиозный и научный, и потом уже пошла-поехала. Ну и, соответственно, тоже понимаете, да, если ты в каком-то городе не построил какой-то район, то все постройки с ним связаны. Например, вот сейчас я строю казармы. Если бы у меня военный лагерь здесь, район не был построен в этом городе, то я бы и казармы строить не смог. Если у меня нету кампуса, то я ничего связанного с наукой тоже в этом городе отстраивать не могу. Ни библиотеки там, ни институты, ни школы, ни так далее. И все вот это наполнение районов, оно точно так же, естественно, открывается по мере изучения технологий и всего такого. Полный урон стенам. Отлично, поехали. Блин, вот нет у меня осадной башни. Все мне их растоптали, сволочи. Хотелось потестировать. Ну и в дальнейшем, да, как я уже говорил, в плане войны, в плане боевых действий, ты можешь комбинировать свои юниты, ну вот одинакового типа. Скажем, ты из двух лучников, из двух групп лучников собираешь батальон, потом добавляешь еще третьего, получаешь армию лучников. И вот она уже мочит гораздо сильнее. Ну, давайте для разнообразия прокачаю оборону. Потом поставлю эту пушку куда-нибудь. Куда-нибудь на оборону. Ты что, ты скоро раздолбаешь-то город, ты все его осаждаешь и осаждаешь. Ну, потому что здесь война, она, как и в любой циве, такая неспешная. А здесь вот надо, как раньше, обязательно забежать каким-нибудь отрядом ближнего боя в город, чтобы взять его? Наверняка. Сейчас потестируем. То есть, ну, просто расстреливать его, естественно, тебе никто не даст. В конечном счете тебе скажут, чувак, либо ты... Либо ты заходишь сюда, либо ты идешь нахер. Так везде, по-моему, всегда было. О, отлично, я могу... Я могу вот такой хитрый маневр совершить. Тоже нельзя не сказать про карту, потому что это тоже такое сомнительное, но выглядит она безумно красиво. Вот сейчас я приближаю. Туман войны вот так вот отмечен. Такими штришками, как вот действительно зарисовка на карте трехмерная. А не открытые области, они вот просто как ровный лист пергамента, там, бумаги какой-то. И с одной стороны, это выглядит безумно красиво. Тут где-нибудь еще всякие, вон, дракончики, кораблики нарисованы. Ну, то есть, вот действительно ощущение, что ты карту бумажную заполняешь по мере исследования окружающего мира. И вот можете посмотреть, как выглядит город. Тоже безумно красиво, очень аутентично, очень классно. Но проблема в том, что любая карта, если ты просто вот так вот мельком взглянешь, любой ее участок похож на сраную пустыню в таких цветах. Поэтому приходится включать вот эту штуку, которая отображает ресурсы. По крайней мере, мне, пока я не привык еще к внешнему виду вот такой цветовой гаммы. Это опять же... Слушай, смотри, один из самых главных и срачевых топиков на форуме Steam. Новый графон в цивилизации. Я вот вглядываюсь, и на самом деле особых отличий, помимо вот этих пергаментных зарисовок вместо Тумана Войны, не вижу от Пятой Цивилизации. Хотя, да, на первых сленах мне тоже показалось, что она уж больно мультяшная. А, собственно, и Пятая Цивилизация была мультяшной. Это никогда не был такой в серых тонах суровый реализм в реальном времени стратегии. Я запутался. Но это ты меня понял. То есть, Цивилизация всегда была красочной. Я, по крайней мере, ничего против этого визуального стиля не имею. Ну, то есть, вот, разве что вот спорный момент, это вот то, как ты относишься вот к карте к самой. Потому что не настолько явный туман войны, вот, который мы привыкли видеть, он все равно... Вот он не такой мутно-серый. Периодически сливается, и ты можешь немного затупить от того, что ты видишь, и не так понять происходящее. Но в целом... Но в целом мне нравится, как выглядит Цивилизация. А мультяшность, это... Ну, это все те же люди, которые на Overwatch гонят, чтобы... Очередной мультяшного вида боевик в такой играют только дети, там, трехлетние. Он спрашивает чувак, Костян, вот чего Денис постоянно говорит, по-моему, наверное, не помню, не следует ли ему проштудировать всю серию, чтобы как следует все рассказать. Как бы ты не проштудировал серию, все равно, когда ты вот что-то скажешь, и если ты, не дай бог, ошибешься, какой-нибудь выскочка в комментариях сразу вылезет, такая... Эх, пидорасы, ошиблись вот здесь вот, ничего вы не знаете, ничего не понимаете в играх. Так что... Всегда лучше, так сказать, подстраховаться и сказать, по-моему, если я не ошибаюсь, если я ошибся, ты, пидор, можешь меня поправить, и это будет нормальным диалогом. Да, только Костя абсолютно прав, но он... Один фактор во внимание не берет, даже если ты говоришь, по-моему, тебе все равно эти люди в комментариях на ютубе скажут, что ты, пидор, ничего не помнишь. Их вообще не парит, какие ты оговорки делал в своей речи. Так, опять мне Монтесума говорит, что он хочет что-то сделать для меня, я... Нет, нет, я захвачу его столицу, пусть он будет страдать там у себя в глубинках, с бабушками у подъезда будет семечки щелкать на свою маленькую пенсию. Да, это был намек на то, чтобы Денис сделал историю серии цивилизации. Ты, когда начал это говорить, я как раз подумал об этом, но ты, слава богу, в другое русло свой спич перевел, и я расслабился. Я понял, я понял. Так, вот сейчас... И главное, что Денис понял, то есть ты воспринял это как призыв к действию. Так, смотри, вот я сейчас... Да? Нет, ты не прав. Ну вот я сейчас могу зайти воинами и одержать полную победу. А, ну да, смотри, вот, город сейчас полностью разгромлен. Силушек у него богатырских вообще не осталось, чтобы мне что-то противопоставить. И да, чтобы захватить, мне нужно зайти в него юнитом ближнего боя, что я, пожалуй, и сделаю. Чё-то мой слон не спешит. Бабах. Отлично, отлично. Я захватил столицу противника, и теперь мне нужно выбрать, что с ним делать. Сохранить город или разрушить, но поскольку это столица, разрушить его нельзя. Ну и если ты разрушаешь город, то там штрафы за милитаризм просто огромные, тебя потом все лидеры чмырить будут. А я всё-таки Ганди, я добренький, я почти как Снупдог. Я не буду разрушать, я сохранил у себя. Снупгандог. Снупгандог. Ну чё, я захватил столицу, скоро у меня появится поселенец. И мы попробуем вот эту убер-фичу. С гаванью. А пока что будем чиниться. Я не знаю, спроси там у людей в чате дожимать мне вот эти два сраных городишка, которые от одного щелбана моего падут. Так, а я же дожимаю, я тебе это и без чата могу сказать. Ну всё, окей. Ну а пока что будем добивать то, что осталось. Давай, слонами ещё раз пройдёмся для полной победы. Отлично. Всех растоптали. Апостол мой. А, я же, кстати, забыл насадить в этот город свою религию, потому что я выбрал перк, чтобы боевая сила юнитов, она была выше при осаде вражеского города, который исповедует мою конфессию. Выжми из них всё дерьмо. Да, но я не выжил из них. Ну, я, собственно, я и без того выжил всё дерьмо, так что пойдёт. Ну и давайте. Ведём всех в атаку. Кто-то ещё у меня остался неповышенный, надо всех повысить. Разведчик. Разведчик. Вот, кстати, ещё отличие от пятой Цивы. Пишут, извините, я просто не понял комментарий. Добивай, как Ниган добил Глена. Что это значит? Не понимаю. Это что-то... Это что-то из жарбона цивилизации? Добивай, как Ниган добил Глена. Не знаю, хрен поймёт. Ладно, продолжай. Из ВМА, господи. Из ММА? Из ММА? Ну, наверное, да. Что-то из рестлинга, может. Хрен знает. Так. О чём я говорил? А, вот раньше, как в пятой Циве, тоже пришлось переучиваться. У тебя было два очка перемещения, грубо говоря, на старте. Что? Исходящих мертвецов тебе... А почему ты не знал этого, если это исходящих мертвецов? Я не знаю вообще, что это эти люди. А, всё, я... Я посмотрел в чат и понял, кого линчуют на следующем игровире. Я не знал, я не знал. Короче, раньше было два очка перемещения. И вот, например, на ком бы показать. Чёрт, мне на ком, что ли, показать? Вот, есть три очка перемещения. Я мог сходить на одну клетку, которая требует одно очко перемещений. И потом переместиться или в лес, или на холм, куда угодно на одно оставшееся. А теперь, перед продвижением по лесам, оно стоит точно так же два очка перемещений. И ты, если подошёл, например, к реке, ты перепрыгнуть на другую сторону реки в конце хода не можешь. Тебе придётся дождаться следующего и все свои очки перемещений потратить на то, чтобы или реку переплыть, или на холм забраться. Это тоже довольно бесит, но с этим связаны некоторые перки, опять же, у юнитов. И в плане баланса всё это довольно органично в игру вплетено. Ясно. Тут меня пытаются... Ладно. Тебя пытаются с говном смешать, наверное? Не, меня пытаются спровоцировать, чтобы я ещё сказал, что Ниган убил вдобавок Рыжеву, которого мы интервью брали на Игрой Мире. Но не-не-не-не-не-не. Я больше на это не поведусь. А вот теперь, Костя, будет точно куча низлайков под этим видео на ютубе. Никаких спойлеров, всё. Если б я только знал, что это из мертвецов... Блин, вот как... Вот веришь людям, читаешь комментарии, думаешь, что вот спрашивают и пишут что-то про цивилизацию, а тут такое дело... Так, ну ладно, давайте мы стянем сюда свои войска. Зачем-то. Интересно, катапульта через лес сможет прошмальнуть? И вообще, мне нужен мой великий полководец. Где он? Неужели... А, вот он. У тебя золото заканчивается. А, да у меня всё заканчивается. Я же не слежу за игрой. Я ток-ток-ток воюю сейчас. У меня тут и бунты скоро начнутся уже в столице в моей. А, вот написано уже, город бунтует, походу, да? Ну, потому что я, короче, я вместо того, чтобы... Вместо того, чтобы повышать довольство, я поселенцев клепаю, чтобы проверить вашу теорию. Конечно, в нормальной игре я приоритеты немножко по-другому расставил, но сейчас уж ладно, обанкротимся, ничего страшного. Я смогу загрузиться и перезайти. Бастард Баратеона, который три сезона назад уплыл из Игры Престолов, в следующем сезоне наконец-то до берега доплывел. Он до сих пор в Твиттере постит свои... Ну, знаешь, у него Твиттер, наверное, похож на Твиттер Камня в лесу. Всё, что плыву на лодке, ничего не произошло. Да, я смотрю, у меня вообще, на самом деле, всё плохо. И по золоту, и по торговым путям. Надо кому-нибудь что-нибудь продать, кстати. Я сейчас захватил кучу всякого барахла ненужного. Заключить сделку. Чувак, давай я тебе дам гипса, а ты мне дашь бабла. А, у чувака нету бабла, отлично. Вот, у этого чувака есть бабла, а ты мне дашь бабла. Сделать договор более равным. Вот это, кстати, баг. Вот вы сейчас заметили, когда я предложил ему... Я надеюсь, по крайней мере, что это баг. Я предложил ему гипс и спросил, что вы мне за это предложите. Он сказал, я предложу вот такое-то. Сейчас я, например, скажу ему... Не знаю. Нет, не так. Дай мне ещё ртуть. Сделать договор более равным. Нет. Нет. Ладно, всё, забудьте. Я думаю, кто заметил, тот заметил, что произошло на прошлом ходу. Сделать договор более равным. Да. Не работает фича. Будем торговаться. Ну вот. Я ему сейчас, короче, предложил обмен. Я ему даю гипс. Он мне даёт 6 золотых заход. Он не соглашался. Я нажал кнопку сделать договор более равным. Теперь он мне говорит, ты мне даёшь гипс и 30 золотых, а я тебе не даю ни хера. Хотя до этого он мне сам предложил 4 золотых заход. Опять нажимаю, что вы мне предложите. И он говорит... Я ему предложил гипс и несколько золотых заход. Я говорю, что вы мне за это предложите. Он сказал, ладно, чувак, золотых мне не надо, давай мне просто гипс, а золото я тебе дам. То есть это, наверное, должно быть какой-то системой торга. Но она здесь то ли интерфейс, не докрутили ей, то ли это просто баг. Но в любом случае это терпимо и это можно несколько абьюзить. Так что я соглашаюсь на это дело. Пишут в комментах, что это баг и в стиме уже какое-то руководство есть. Да, ну всё, отлично. Я прекрасно понимаю, что это не специально было сделано, но всё равно это выглядит довольно забавно. Ну и давайте ещё вот этого чувака тогда что-нибудь... Давайте коней дам, а ты мне... Что-то мне ничего не дашь? А если так? Нет? Ладно. А если так? Ну, та же самая ситуация. Ну ладно, чёрт с ним. Давайте ещё правого прохода может дам. Может ты мне тогда побольше денег отсыпешь. Ну, пойдёт. Всё равно мы с тобой друзья, ты мне войну не объявишь. Без предупреждения, чём не бояться. И у меня всё ещё где-то затерялись два конвоя. Где они есть? Чё это за херня? Как они исчезли? Может надо чё-то в правительстве поменять? Показать? Многие задаются этим вопросом. Где наши конвои? Может что-то в правительстве поменять? Вообще... А где торговая республика моя? Может твой гуманитарный конвой? Ушёл на юг? Сложно. До торговой республики сейчас докачаюсь. Но уже не сейчас, конечно, полчаса осталось. Не совсем на юг, ну ладно. Отлично. Слоны просто, короче, херачат. Слоны классные. И он уже даже до второго уровня у меня докачался. Так, ты спи, ты мне не нужен. Бунты продолжаются. Меж тем. Смотри, вот мой друг, который из Норвегии, он сразу же зашёл на мою территорию, как получил разрешение. Он так долго стоял у ворот. Все эти пидарасы так делают. Я поэтому ни с кем в пятой цивилизации особо не дружил. Потому что только вот пожмёшь, поручкаешься вот с ними, и они сразу начинают свою подрывную деятельность. Какие-то муравьишки у тебя на территории бегают. И знаешь, они ещё перебегают твою границу и строят где-нибудь свой сраный город. Так что тебе потом страну развивать неудобно. О, получение ещё кого-то великого у меня. Давайте посмотрим. Ещё один полководец. Ну ладно, нанять. Чё уж. Пусть будет. Нет, скотина не может стрелять. Так, а ты куда можешь переместиться? Ладно, пойдёшь в обход. Не может катапульта через лес перекинуть свои снаряды. Свои семена. Ну ладно. Понятно. А почему ты не хочешь... А, ну да. Вот надо его выбрать, потому что. Ну-ка, интересно, а лучники? И лучники не могут. Хотя я вроде стою на холме. А, и леса стоят на холме. Ладно, всё нормально, всё в порядке. Ну ладно, беги в обход тогда, чувак. Ладно, давай ты убьёшься. А ты тогда пойдёшь сюда. Пойдёшь сюда. Где подкаст? Ну, ребят, каждое воскресенье подкаст. Сейчас у нас в понедельник. О чём вопрос? Кстати, мы ж его хотели записать два дня назад. Запишем. Я зову совсем. Всё будет. Ну да, вот тут вот такое, ребят. Может быть даже будет ежедневным? Так, полководец, полководец. Не, ладно, ты хочешь посидеть дома. Ты мне всё равно не нужен. Всё равно я не буду этот сейф продолжать. Опаньки, опаньки. А, это, фу, это немец меня осуждает. Я думал, мой кореш, который у меня сейчас попросил доступ к моим границам, меня начал осуждать. Это было бы очень нехорошо. Мне бы сразу мандурай разнесли нахер. Ой, смотри-ка ты, Монте-Сумо, всё ещё хочет отвертеться о своей участи. Причём он свою столицу любезно предлагает уступить. Он не хочет терять своих два задрипанных города, в которых два жителя и три жителя, соответственно. Может, это его родственники. Ну всё, сейчас начинается... Да, начинается. Я уже могу обстреливать. Ты можешь, кстати... А, нет, не можешь. Чё, я не могу? Я всё могу. Ну, типа, заобузить его, взять денег, взять столицу, а потом сразу атаковать. Не, а тут же мирное соглашение, и ты не можешь его нарушать. По крайней мере, я так думаю. Можно будет попробовать, когда у него останется один город. Чисто для науки. Так, а я вообще могу какого-то... Что вот это за Ясумара, мне интересно? Ясу... Оно Ясумара. Активация в священном месте или на клетке со Стонхенджем. Окей, а чё ты делаешь? А, это великий... А, это великий пророк такой. Я думаю, это какой-то юнит, думаю. Чё за сраное название для юнита? Оно Ясумара. Я сейчас, наверное, свою необразованность продемонстрирую. О, слушайте, а его нельзя захватить, прикиньте. Он его отбрасывает в столицу, если ты на него своим военным юнитом... Или нет? Или нужно было сначала открепить полководцем? Ладно, сложно. Сложно, сложно. Нахрен никому не интересно всё равно. Давайте одерживать значительные победы. Пишет, короче, что нет, нельзя. Нельзя, да, захватить? Да. Но это обидно. Я помню, я... Собственно, я и здесь так уже делал. Просто, короче, когда вначале... Мне всё время лень строить армию. Вначале, потому что мне охота как можно качественней, как можно оптимальней развить свою цивилизацию. Поэтому я вначале стараюсь не строить поселенцев, стараюсь не строить армии. И тут я, короче, просто иду разведчиком за Петрушку Первого. И рядом с моим разведчиком пробегает просто без защиты, что странно для цивилизации. Обычно они под конвоем ходят. Поселенец вражеский. Но я, недолго думая, объявляю войну, захватываю поселенца и строю себе город этим поселенцам. Вообще неплохо так работает. Всё, теперь можно развлекательный комплекс строить дальше. Пока там, собственно, взбунтовавшийся народ не линчевал моего Ганди. Так, иди сюда. Ты стой, лечись. Ты атакуй. Лучники. Ладно, стойте лечить. Так, что я хотел построить каменоломню. А, ну, кстати, да, по поводу рабочих, собственно, я думаю, все это уже знают. Кому цива хоть немного интересна. Теперь рабочие, когда строятся, они не на всю игру у тебя, пока их там не убьют или варвары их не изнасилуют и на части не порежут, а на конкретное количество построек. Причем вырубка леса, она тоже считается за постройку. Изначально это три. То есть ты его строишь, три раза, ну, три фермы, например, тыкаешь где-нибудь, и всё, и он исчезает. Посредством всяких там пирамид, например, чудес света, перков, вот в плане социального развития, социоинститутов. Можно это увеличивать. Сейчас у меня, например, по пять построек у каждого рабочего. И, в принципе, эта штука работает, потому что сейчас улучшение ставится моментально. Вот я пришел на клетку, я нажал кнопку, всё, ферма готова. Не нужно ждать, как раньше. В принципе, это работает, работает вполне неплохо, и ты теперь рабочих нанимаешь по необходимости. Ну, мне нравится такой апгрейд, потому что раньше в цивилизации, ближе к концу игры, у тебя была куча вот этих рабочих, которым непонятно чем заниматься. Да, и еще побочная, ну, можно даже назвать ту систему, которая сейчас защита дурака от такого, как я, потому что, если у меня есть рабочий, я застраиваю всё, что вижу, с ранными фермами, лесопилками и так далее. А они, в пятой циве, они отнимали золото. То есть у тебя есть, например, 8 жителей в городе, а у тебя все 400 миллионов клеток вокруг застроены, а работать на них некому. Да, да. А деньги они отнимают. А сейчас ты строишь рабочего тогда, когда есть необходимость что-то построить, и поэтому, ну, страдаешь ты от новой системы меньше, чем от старой. И я, походу, захватил. Вы извлекаете выгоду из чужих ошибок. Вы захватили юнит ацтеков. Прикольно. Я могу захватить того, кто в центре города обороняется. Неплохо. Сохранит ли город? Нет. Штраф за милитаризм увеличивается втрое, если я его уничтожу, но мне насрать, я его уничтожаю. О, причем даже обратный отчет не идет. Он просто сразу стирается с лица земли, и все. Забавно. Ну и сейчас мы потестируем вот эту фичу с абьюзом системы, но я думаю, мне игра скажет, что, чувак, ты подписал мирное соглашение, поэтому... Поддержь уже ответили в чате. А, да, подтвердили уже? Да, да. А, ну все, ладно тогда. Хорошо. Так что мочи. Я думал, мало ли, вдруг еще один баг. Что хочет Калькута? Пирамида она хочет. Конечно же, пирамид. Оп. О, смотрите, у меня валюта... Экономика пошла в гору. У меня плюс 0,6 золота заход. О, неплохо. В то время как религия плюс 22. Ты цветаешь. Я могу сейчас уже миссионеров сраных накупать себе. Ты святым духом можешь питаться. Так, надо вот это только отсюда убрать сначала. Так, я хочу... А почему я пагоду? А, храм требуется. Ну ладно, я пока миссионера себе воткну. И здесь тоже миссионера воткну. Не воткну? Почему? А, священного места, потому что нету. Ну ладно. Ну вот, опять же, видите, да? Пока нету священного места, я не могу создавать себе апостолов до миссионеров. Не, классно. Вот эта система, она действительно работает офигенно. Это... Это свежачок. Это интересно. Вот со всеми этими районами. Вот это безумно нравится. Разведчик опять какой-то заблудился в лесах. Ну и на самом деле, по поводу искусственного интеллекта, судя по тому, как сейчас шла война, вот именно в плане боевых действий, он изменений тоже не претерпел с пятой цивы. Это все такой же тупой баран, который способен тебя победить, если только ты не готов к войне, а он тебя рашем, зергом начинает окучивать. Если хоть немножко тактики требуется, то все, это кирдык. Ничего он тебе не сделает. Если тут мультиплеер, да, есть. У нас на сайте даже уже новость опубликована про то, что появилась почти первая киберспортивная команда по цивилизации. Елки-палки. Вот на самом деле, ребят, серьезно... О, я еще и поселенца захватил. А нафиг я тогда того строил? Кто же знал? Шесть ходов. Четыре хода. Ладно, иди туда. Прикольно. Я только сейчас заметил, я когда уничтожил... Черт, куда он делся? А, вот он. Я когда уничтожил вражеский город, город был стерт с лица земли. А это иногда очень полезно, потому что компьютер тоже порой ставит города в такие места, в которых нету нихрена примечательного. Как бы зачем ты его туда вообще поставил? То появляется поселенец на месте города. Нет. Все, ребят, забудьте, что я сейчас наговорил. Он там просто внутри тусил. Да, все, виноват. Забудьте. Забудьте. С кем будет какая-то команда соревноваться? Не знаю, друг с другом члены команды будут играть там какую-нибудь лигу внутри своей команды организуют с призовым фондом 5 миллионов баксов. Ну, блин, вот эти мультиплееры в 4х стратегиях, они, по-моему, работают только тогда, когда ты с какими-то своими друзьями зашел поиграть. Да, пошутить про письки и слонов. Да, потому что если ты с рандомами играешь, то это смерть коровам, господи. Я тогда в пятую цивилизацию как-то раз попытался играть, но это жесть серьезная. Это хуже, чем в третьих героев рубиться с незнакомыми людьми. Все тупят, ливают, выходят, заходят. Как бы смысла в этом нету вообще. Если ты вон там с корешем со своим договорился, что давай пойдем поиграем 10 часов, потому что, блин, игра-то долгая. Тогда еще в этом есть смысл. Так, что ты мне сейчас показываешь? А, миссионера ты мне показываешь. Отлично. Тем более, что у меня еще как-как-какулька не приняла пастафарианство. Не верит она еще в макаронного монстра. Так. Я, кстати, могу... Немедленно предоставляет рыцаря. Великий полководец сдает бонус, но если ты отходишь от дел, так сказать, разовый перк юзы, что, опять же, различные преимущества это тебе дает. Например, вот этот конкретно. Кто это? Надо знать. Героев в лицо. Этиль Фледа дает тебе рыцаря. Yes. Тем более, что у меня еще нету рыцарев. У меня одни конники сраные, бесполезные. Потрясающе. Кстати, я еще ни разу не получал великого инженера. Вот что я осознал. Я не знаю, что он делает. Но я потому что что-то все в науку да в религию долблюсь обычно. Так. Дает 107 производства для строительства в чудес света. Нормально. Пойдет. Что такое? Да, тут два забавных комментария. Еще интересно, сколько будут длиться турниры, если Циво станет киберспортивной дисциплиной чемпионат длина в жизни. Это вон, сколько длится интернешнл... Ёлки-палки, как далеко у меня рыцарь-то по дорогам может бегать от шахерей. Вот сколько идет интернешнл по доте, вот столько примерно будет один матч Цивки проходить. А, нет, секунду. Я, 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 ну, у меня уже башка не варит. Нет, это за три хода было. Я почему-то думал, что за один ход он столько пробежит. Еще, кстати, что меня напрягает, блин, не показывается вроде бы, может мне просто не по шарам. Последнее здание, которое построено. Вот когда у тебя уже 14 городов, и ты видишь иконку, что освободилась очередь постройки, и ты не помнишь, что ты до этого построил. А ведь интересно это знать. И, кстати, еще, ребят, в чатике напишите, пожалуйста, может мне, опять же, не по шарам, но я не вижу вкладки юниты. Пишите по шарам, Денис. Я хочу нажать кнопку, и чтобы у меня, вон, экселевская табличка вылезла со всеми моими юнитами, чтобы я мог по ним переключаться там и всех их найти. Напишите, есть такая, нет, потому что я что-то ее не наблюдаю. О, вот, колизей, колизей. Раз, так, давайте посмотрим. В шести, по-моему, клетках. Шесть клеток. Ну, в общем, консенсус сходится на том, что все-таки по шарам. Чего? Ну, это понятно, это ты опять свою гниль в чат привнес. Никто бы так не написал. Короче, юниты выбираешь, нажимаешь на его название, и будут все твои юниты. О, вот это вообще, да, спасибо, спасибо, помогло, но это вообще ни разу не интуитивно понятный интерфейс, скажем, живой фом. Да, ништяк, ништяк. Кто-то ведет список юнита в блокнотике. Ну и да, все же не могу не сказать, что раньше было нагляднее, там действительно открывалась табличка. Показывалось и статус там, и хэпи, и все прочее ненужное. Так, ладно, давайте, давайте заканчивать этот фарс. Ты атакуй, ты атакуй, ты, даже не знаю, стоит тебе атаковать или нет. Да, поди стоит, умрешь, так умрешь. Не умрешь, так не умрешь. Когда батла, надо батлу будет постримить еще, а то мы как-то... Да хоть сейчас, поди. Нет, сам. Или не хоть сейчас? Ну попозже можно сегодня, да. Да? Ну я-то да. А что, ты мне предлагаешь стримить или ты сам? Да я и сам могу. У меня же... У тебя же по тейту PC там сколько, хоть 20 FPS-то есть. Ой, ты, можно подумать, 144 там выдашь. 120. Разрушить город. Все, ребят, мы успешно уничтожили ацтеков. Я теперь, не знаю, могу показать... Собственно, что еще? Задавайте вопросы, если какие-то есть, потому что я, как всегда, в стримовом формате не могу толком сформулировать свои мысли, забываю про то, что хочу сказать, про то, что хотел сказать, что хотел озвучить. Поэтому, если я о чем-то не сказал, то спрашивайте, я скажу. А пока, не знаю, могу показать петрушку. Я уж не буду здесь продолжать, как бы, нафиг, на всякий случай сохраню. Тебе скинули 100 рублей по полтиннику на каждый шар. Так, вон, тысяча... Чего? 14 тысяч до нашей эры? Нихера себе. Ну давайте посмотрим. Я уже забыл просто, где у меня какие сохранения. Будем слушать Калинку-Малинку. Да, осталось у нас 10 минут цивилизации. Придумайте свои сраные вопросы. Денис на них ответил. Сраные по квидуку вопросы. Про города-государства Денис рассказывал. Ищите в записи. Кто делает видеообзор, делает Денис. Как мне перевод и озвучка, не знаю, я не играл. Будет ли Long Dark? Будет. И, кстати, Skyrim будет, вот когда выйдет, 28-го числа. Возможно, в тот же день. Не знаю, если там есть в расписании место. Ты про стрим или про обзор? Конечно, про стрим. Обзор скоро будет, как я и обещал. Не понял. Судя по дате, тут было что-то... Зачем я вообще это сохранял? Это же начало игры. Но могу показать мою армию... Даже не здесь, наверное. Или здесь. Мою армию апостолов, которая просто помчалась по вражеским территориям... Насаждать. Так, человек пишет, я в донате свой сраный вопрос задал, ответа не слышал. Сейчас я... Ну ладно, Денис, есть две армии. У одной пики точеной, у другой слоны хабаченые. Какую сладкой назовешь, а в какую банку Прингл скинешь? Неплохо, да. Я даже не буду портить этот отличный вопрос своим дурацким ответом. Он идеален и без того. Во, мои епошки. Вот, кстати, шпион. Давайте посмотрим. Поначалу... Так. А, ну он у меня сейчас передвигается куда-то. Стрим по Гвинту. Да, там же Гвинт сегодня, по-моему, это самое... ВОБТ выходит, вернее, ЗБТ. Да ты чё? А мне чё-то ничего не прислали, блин? Я позабочусь об этом. Это хорошо. Гвинт, да. Я как выясню, там чё, где как с Гвинтом, я всё сделаю. Вот у меня на самом деле, сейчас вы можете посмотреть, не то что... В предыдущей игре, где я забил на всю экономику, у меня дохера золота, у меня дохера религии, у меня дохера науки. Это я чисто похвастаться. Сейчас посмотрю, чё там по счёту. Чё там взломал, что ли, да, в артмане? По счёту меня опережает Конго, но Конго я, по-моему, на этом сейве уже забодал. А, не, а, я ещё не приплыл даже. Ладно, давайте чуть подальше тогда. Я просто покажу всех тех... Апостолов, которые начали штурмовать несчастный континент. Ты что, расскажи, как апостолы друг другу теперь рыло чистят в кулачных боях. А, кстати, да, если я сейчас встречу какого-нибудь вражеского миссионера, то я обязательно покажу. Довольно забавное зрелище. И тут, кстати, сейчас возможно будет играть Калинка-Малинка, потому что самый ярый мой противник на религиозной почве, это Рашка как раз. Хотя вот, я уже всё поработил. Рашка, Рашка, да, Рашка. Разве Дениса. Русофоба. Ну, Эдж Любяя, это, например, Петрушка. Вот, то есть вот, весь мой континент, угарный тоже интерфейс религиозный, вот, всё моё розовое, всё мой буддизм. Тут я ещё до пастафарянства не додумался. И вот я плыву в Россию, вот, вот это всё, ребят, это миссионеры и апостолы, вот это, вот это срань, это всё оттуда. Это просто жесть. И причём у меня ещё религии, а, ну всё, да, здесь я уже всё нанял, вот, вот, это причём только на восток они плывут, здесь ещё на запад. Просто вот такая тьма, такая тьма религиозных фанатиков полетела окучивать вражеские земли и строить там церкви. Свои буддистские. Так, чё я хотел показать, давайте покажем. Не вижу, не вижу я вражеских миссионеров. Пишет нам Brick10, лежу в больнице, играю в экономику подсчёта лекарства измерения температуры. Единственное, что улыбает и радует в этот, в этой сироте, два рыжих кентяры. Спасибо, что вы такие чёткие и угарные. Тебе спасибо. И тебе спасибо. Чё ты ржёшь? Мне кажется, ты не оценил мою шутку классную. Абсолютно не оценил. Ладно, проехали. Давайте я в креогенный сон засуну остальных своих апостолов, чтобы не отвлекать. О, вот, 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 смотрите, вот, он, мне кажется, здесь уже стоит один. Вот миссионер православный, а вот он я, апостол буддийский. Я начинаю, короче, с ним херачиться. Через пару минут я это увижу. Вот так выглядит теологическая баталия. Безумно кайфово. Причём, если у апостола, апостолам даются перки, если он вот мученник, как я сейчас, например, то если он в подобной баталии проигрывает и умирает, то у меня такого ни разу не было, потому что я особо ни с кем не сражался. Но у тебя в таком случае появляется реликвия, которая даёт тебе очки туризма и очки культуры. Тоже довольно забавно. Сейчас я, наверное, даже убьюсь об него. Тем временем я хочу найти шпиона. Ага, у меня нет шпионов. Ничего, мы их сейчас купим. Слава богу, у меня 4000 голды девать вообще некуда. Но это, кстати, уровень сложности четвёрка, князь, который по умолчанию. На нём играть очень просто. То есть я поначалу ещё начал проходить обучение, потому что я думал, мало ли, может, тут много нового непонятного. И если вы играли в последнюю, в пятую циву в Beyond Earth, то можете смело без всякого обучения начинать на большой сложности. Ну, то есть первый раз вы, наверное, всосёте, потому что цива, она в принципе... Потому что почему бы и нет? Потому что... А, вот, смотри, есть у меня он. Есть разведчик. Как его? А, я не могу его изъять, походу. Ну, ладно, куплю. Не куплю. Да что такое? Что-то что-то такое? Где Капитао? Шпион. 10 ход... Нихера себе 10 ходов. Нет, ребят, столько мы тут не протянем. 12 ходов. Охереть. Если маново апостолов. Нет, у них только хеппи. Кстати, возможно... Возможно, я сейчас смогу себе какой-нибудь перк выбрать, чтобы я мог покупать шпионов за религию. Посмотрим. Или не смогу. Не, не вижу такого. Ладно, чёрт с ними, со шпионами. Всё равно ты, когда только перебираешься вражеский город, ты можешь там максимум золотишко спереть и всё. Это не очень интересно. Интересно посмотреть на то, кто сейчас победит. Мой апостол или... Миссионер российский. Причём странно, что апостол в теологической баталии проигрывает миссионеру. Может, это как-то связано с тем, что он находится возле Питера. Да, и, кстати, прикольно. У нас предводитель Пётр Первый. И столица не Москва, а Санкт-Петербург всегда. И когда ты основываешь новые города, они тоже разные. Сейчас, например, нет у России Москвы. Вторым городом у неё идёт Казань, потом Новгород. Вот такой вот интересный пакт. Отстойная игра. Юнит ждёт приказа. Господи. Спать, 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 ребят. Всем спать. Мы не успеваем. Спать. Спать. Хорошо. Ну, можно, кстати, ещё разные линзы показать. Так, религиозно это вы видите. Континенты. Разделение по континентам. Престиж. Престиж тоже, кстати, забавная штука. Как я говорил, у городов сейчас есть... Престиж. Такой параметр, как максимальная численность населения. И если тебе, ну, у тебя уже перенаселение, то ты можешь строить пригороды. И вот, чем зеленее клеточка, тем больше очков жилья она даст. Если ты там построишь квартал пригород. Тоже забавно, тоже с этим связано несколько механик, включая создание национальных парков. Чё-нибудь наугад. Отправить посла. Не хочу отправить посла. Идите нафиг. Ты спать. 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 А можно потом на территориях заповедников строить горнолыжные курорты? А, кстати, нет, это выглядит вообще безумно глупо. Мне тоже кажется, что это баг. Вот заповедник, смотрите. Вот. Раз ромбик, два ромбик, три ромбик, четыре. Вот. То есть, это еще такая тема, что ты... Сейчас покажу. Ты исключительно за очки религии, по-моему, можешь покупать себе натуралиста. Каких-то бешеных денег. Смотрите, апостол 255, натуралист 1000. Безумные требования к месту. Это должны быть именно ромбиком 4 клеточки. Либо с престижем выше определенного, либо это должны быть скалы, либо что-то еще. И я, наконец-то, расчистил себе, купил 4 клетки за деньги, чтобы посмотреть, что это такое. Оказалось, что ничего не изменилось. Это все тот же самый ландшафт. Просто вот появился зеленый контур. И все. Эти клетки, они... Вот написано, национальный парк Осака. Эти клетки дают очки туризма. Но выглядит это все исключительно схематически и неинтересно. То есть, ну, какой-то бред, какая-то недоработка. Надеюсь, баг. Не фича. А куда сдр... Короче, я вам ничего не покажу, потому что их миссионер позорно сдриснул. Мой апостол, который был на... Ну, то есть, это он и есть, судя по всему. Он сейчас один, а миссионера нет. Ну, ладно, я предлагаю закругляться. Что в итоге? Если вам нравится пятая цивилизация, да и, в принципе, серия, то эту можно смело брать. Потому что она выполнена в том же стиле. Она геймплейно. Корнями уходит все в ту же серию цивилизации. Это не какая-то там абсолютно новая непонятная игра. Но в то же время здесь очень много переделанных игровых механик. В том числе интересных, безумных, хоть тех же квартал и взять, только они стоят того, чтобы новую серию выпустить. Это очень классно играется. И не знаю, кто сомневается, ждите обзора. Там все подробнее расскажу, опишу, какую-нибудь оценку поставим мы. И там уже наглядно сможете посмотреть. Не так в рамках стрима отрывисто и небрежно. Там все расскажу, там все будет понятно и уже выводы сможете сделать. А так, да, любите цивилизацию, берите. Если вам жалко 2000, можете подождать скидок, но игра в любом случае того стоит. Ну и все, пожалуй. Все остальное я уже в стриме рассказал. Зачет. Зачет. Фераксису зачет. Кстати, у меня... А, это Макс что ли? Что за отстой вы гоняете? Вон, Альфа Стар Ситизен доступна. Я скачал эту Альфу сегодня, я посмотрел. И с прошлого года изменилось примерно ничего. Там доступен ангар, в который надо загружаться 15 минут. Из ангара можно в Сити Хаб попасть, в котором нихрена не работает. И бегают 15 лагающих чуваков. И еще можно зарулить в свой собственный корабль. Я, короче, в него зарулил. Там была опция, типа, лечь, полежать на какую-то лежанку. Я туда лег и не понял, на какую мне кнопку нажать, чтобы встать. Да так мой космонавт и пролежал до самой смерти. Потрясающе. Да, вот такая вот Альфа Стар Ситизен. Очень перспективная, очень перспективная игра. Симулятор комы. Ты сейчас описал, положишься и не знаешь, как встать. И умираешь в конце. Ну, воцарилось неловкое молчание, значит, мы будем уже это самое, того и этого. Да, ребят, всем спасибо, что были с нами. Я надеюсь, что-то вы из этого стрима узнали, помимо хоботов и стоящих осадных башен. Всем счастливо. Увидимся на СтопГеймеру.